Позади меня находится поистине огромное производство компании Moreaven, и я думаю, что многие из вас впервые, скорее всего, видят этот логотип и слышат это название, но я более чем уверен, что абсолютно каждый из вас хотя бы раз в жизни, но пробовал продукцию, которую они выпускают. На секундочку, в здании позади меня производят Rollton, и сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, как там все устроено. Ну а на самом деле здесь производят не только Rollton, но еще и, к примеру, Big Bon, и вообще на этом производстве, которое работает тут аж с 1999 года, производится более 200 различных продуктов питания. Это и лапша быстрого приготовления, и спагетти всякие разные, картофельное пюре и много чего еще. Это, очевидно, подготовлена какая-то инсталляция, фотозона, и, судя по всему, здесь можно зайти внутрь, но на камеру, наверное, особо ничего не видно, но я как будто бы, знаете, провалился в тарелку с лапшой. Это может быть, конечно, и красиво, но выбраться отсюда реально непростая задача. Моя камера сейчас выглядит так, как будто бы я уронил ее в кастрюлю, в которой готовлю спагетти. 25 лет назад был выпущен первый, вот такой вот пакетик лапши Rollton, и сегодня мы, наконец-то, попадем на производство и посмотрим на все секреты того, как делают всем знакомую лапшу. Но для начала нужно пройти инструктаж и заполнить форму по технике безопасности. Ну и, конечно же, тут выдают спецодежду, ведь мы все-таки идем на производство продуктов питания. Окей, халат, это обязательно на любом производстве, но помимо халата, здесь еще и нужно перемещаться вот такой специальной нескользящей обуви. И это, кстати, еще не все. Как вы знаете, я никуда не выбираюсь без кепки, и тут мне даже выдали кепку, и это не просто кепка, народ. Это кепка со встроенной каской, офигеть, я такого раньше никогда не видел. Окей, халат, обувь, кепка, но и даже это еще не все, народ, остался последний атрибут. Без этого тоже здесь никуда. И это я, пожалуй, оставлю без комментариев. Но вы не волнуйтесь, такую штуку носить нужно не всем, только тем, у кого бороды, ну или усы. Если усов нет, то можно и без нее. А еще, кстати, попросили снять все украшения, в том числе и часы, не дай бог, попадут в упаковку, и кто-то вот купит, допустим, лапшу, а там будут часы. Вообще, это, конечно, был бы приятный бонус, но попросили снять. Перед тем, как попасть непосредственно на производство, нужно пройти тройную, тройную дезинфекцию, при том не только для рук, но еще и для обуви. Я с таким, честно говоря, раньше не сталкивался. И после всех этих процедур, наконец-то, мы попадаем в первый цех. И это место, где делают приправы. Точнее, где их упаковывают. Все основные овощи и специи приходят от российских поставщиков в уже готовом, высушенном и измельченном виде. Ну, правда, за исключением некоторых специй, которые, ну, просто не растут в наших климатических условиях. Первая эмоция, как только попали в этот шумный цех. Да, он шумный. Но самое первое, это... Пахнет приправой от Роллтона. Этот запах... Этот запах я ни с чем не спутаю. Это именно запах приправы Роллтона. А вот это уже второй цех, где делают макароны. И, честно говоря, я раньше никогда не задумывался о том, а как именно тут все происходит. И оказывается, что для этого есть вот такая огромная установка. Вы просто посмотрите, насколько она высокая. Это прям... Она прям огромная. А вот это уже другая установка. И посмотрите, какой здесь происходит необычный процесс. Это готовятся так называемые гнезда. Выглядят так, как будто из макарон делают кудри. Ну, прям как на волосах. Но только значительно быстрее. Я не совсем понимаю, как происходит этот процесс. Но это просто какая-то магия, я не понимаю. Это происходит за секунду. А вот, кстати, и сами спагетти. Смотрите, как их тут много. Вообще, тут процесс похож на промышленную такую парикмахерскую. Сейчас все поймете. Смотрите. Сначала спагетти вот такие вот неоформленные. А потом вот тут уже ножницами их подравнивают. И они все такие вот ровные получаются. Притом все одинаковые длины. Очень интересный на самом деле процесс. Это уже третий, по-моему, цех. Ему конца и край не видно. А вот это, пожалуй, самый главный цех. Ну, по крайней мере, для нас сегодня. Это то самое место, где тесто превращается в брикеты Роллтон. В этом цеху аромат, как у бабушки в деревне. В такой момент ты понимаешь, что примерно через часа полтора ты будешь есть вкусные пирожки. Вот такой здесь запах. Вообще, тут несколько таких длиннющих прям линий. И по ощущениям в длину они, ну, метров, наверное, 60. Может быть, даже больше. И вот тут весь процесс начинается. Смотрите. Огромный тестомес, из которого уже потом получаются вот такие вот пласты теста. Самое интересное, что его длина, по сути, бесконечная. То есть тесто раскатывается в один бесконечный длинный пласт, который дальше раскатывается и становится более тонким. И вот здесь он уже формируется, а потом нарезается на брикеты, но пока еще сырого теста. А вот оно и, пожалуй, самое важное место. Здесь тесто пока еще идет ровным пластом, но уже за вот этой вот установкой происходит та самая магия. И мы получаем уже знакомые нам брикеты лапши. Кстати, в этом помещении довольно-таки жарко, ведь сырое тесто нужно первично обработать, чтобы брикет был готов к завариванию. Иначе это будет как обычные макароны, которые нужно варить в кастрюле там 5-7 минут. Поэтому тут так жарко. Тесто термически обрабатывают. И вот так получаются те самые брикеты лапши быстрого приготовления. Офигеть. Смотрите, как их тут много. И все едут по конвейерным лентам. А вот, кстати, и Биг Бон на соседней линии. Видите, все делается в одном месте. Брак, кстати, здесь отбирается вручную. А вот дальше вся упаковка уже автоматически происходит. К брикету добавляются специи и все это запечатывается в индивидуальную упаковку. Ну, а дальше уже в коробке. Честно говоря, завораживающий процесс. И вот лично мне всегда нравились вот эти моменты на производствах. Именно вот расфасовывающие станки. Вот, например, у картофельного пюре. Тут весь процесс расфасовки доведен до автоматизма. Тут даже брак или наличие чего-то постороннего проверяется через рентген. И если вдруг он покажет, что кроме самой продукции тут что-то есть, то брак автоматически сойдет с линии. Офигеть, смотрите. Коробки ездят под потолком. Вот она пошла запечатанная наверх. У них тут прям полноценные американские горки какие-то. А дальше роборуки. Кстати, такие же, которыми собирают автомобили на производстве. Просто тут они запрограммированы на другие задачи. Ну и упаковщик в пленку. Это тоже робот. И выглядит как технология где-то на космическом производстве. Потом в конце клеится штрих-код и все. Дальше такой вот палет отправляется уже в магазин. Хотя нет. Сначала все-таки на местный склад. И вау! Вы только посмотрите, какой он огромный! Тут хранится вся продукция, которая тут произведена на заводе. И такое ощущение, что он просто бесконечный. Вы только вдумайтесь. 50 миллионов упаковок находятся на вот этих сейчас телажах. А я думал, что это у меня дома большая коллекция лапши. Ну а теперь, пожалуй, самый главный вопрос. А куда грузить всю эту продукцию? Если вот 50 миллионов упаковок развозить на фурах, ну, наверное, это будет не очень экономично. Именно поэтому здесь есть личный, блин, поезд. Поезд, который развозит лапшу по стране. Не знаю точно, сколько здесь вагонов, но поезд, в общем-то, не маленький. Вот эти вот белые мешки, кстати, в огромном количестве. Я сначала думал, что это мука, но это только соль. Чисто огромные палеты, только вот соли. Дальше вот здесь хранятся все остальные специи. Так вот, я думал, что это все мука в огромном количестве. Но мне сказали, что в день используется в три раза больше. 150 тонн муки в сутки используется. То есть это в три раза больше, чем вот эти мешки, которые вы сейчас видите позади меня. Наверняка, хотя бы раз в жизни, вы встречали объявление «Куплю поддоны дорого». Так вот, походу, все эти поддоны, вот они, которые куплены, они все здесь. Кстати, помимо производства самой продукции, прямо тут, на предприятии, находится специальная лаборатория. Тут проверяется абсолютно все, начиная от качества муки и заканчивая даже пакетиками с готовыми соусами и приправой. В Японии есть знаменитый музей лапши. Собственно говоря, место, где лапшу быстрое приготовление придумали. Там представлены вообще, наверное, все возможные виды лапши, в том числе, кстати, там есть и роллтон. Но в том месте я еще не был, очень хочу побывать. Ну, а пока могу показать вам вот такой мини-музей. Ну, как мини-музей, по сути, это вся продукция, которая была произведена на этом заводе. И тут, кстати, есть не только лапша, тут еще и пюре, вот разные соусы, чипсы, в том числе напитки. Ну, короче, прям очень много всего. Вот это, я понимаю, грамотный мерч, народ. Его нельзя купить, но его можно выиграть. Ставьте лайк, если никогда не выигрывали в подобных автоматах, но здесь вроде как неограниченное количество попыток, поэтому я попробую. Так, попытка номер один. Ну, в принципе, почти. Попробую сейчас достать вот этого. Назад, налево. Так, ну, если я все правильно рассчитал, то вот эту игрушку я сейчас должен достать. И, ну, в общем, мне никогда не везло в подобных автоматах. Приятным удивлением для меня было, что после экскурсии нас пригласили для создания собственной уютной и мягкой толстовки. Для этого тут были всякие прикольные атрибуты, которые можно было по-разному разместить, кто как хочет. И тут все применяли абсолютно разный подход. Ну, а у меня получилась вот такая вот толстовка. Ну, и, конечно же, игрушка, которую я в итоге вытащил. И теперь кушать Роллтон и Биг Бон я буду только в ней. И вспоминать, как я побывал на самом большом в Европе производстве лапши быстрого приготовления. Продолжение следует...